Выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте «Надо поговорить». Старшее поколение помнит, сколь неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей из СССР и США. Вели тот формат с нашей стороны Владимир Познер с американской Фил Донахью. Незабываемо. Так вот, сейчас то же самое, но сегодня и между Россией и Украиной. 12 июля. Здравствуй, Украина! Витаю, Русия! Нам треба поговорити. Нам надо поговорить. Витвердо. Без посредников, без недомолвок. Надо поговорить. Ну что ж, откровенный разговор между простыми людьми давно назрел. И он состоится, напомню, 12 июля в 18.00 по московскому времени между студиями канала «Россия» в Москве и канала «Ньюз Ван» в Киеве. Ведущие Мария Ситтель с Андреем Малаховым и Елена Кирик с Василием Головановым из Киева. Итак, 12.18. Двухчасовой телемост с Киевом. Прильнете. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим. Чей крэм? И кого там нет на Донбассе? Компанию для разговора предлагаю следующую. Я, вы, президент Сполученных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда? Обязательно надо поговорить. Но вот в дело вмешивается календарь. Сезон отпусков. Последняя программа в этом телесезоне. Вы не увидите реального Киселева. Реальный Киселев уже давным-давно, ну как давным-давно, неделю тому назад ушел в отпуск. И отдыхает у себя в Крыму. И делает вино. И ловит рыбу. Ну, в общем, занимается всяческими удовольствиями в оккупированном Российской Федерации полуострове Крым. А что же касается телемоста Украины и с Россией. Ну, знаете, что когда-то давным-давно, когда были телемосты США, СРС США, То тогда у простых людей не было возможности связаться ни с Соединенными Штатами Америки, ни с Европой, ни даже с соседними странами. Была только междугородняя телефонная связь. Я подчеркиваю, для простых граждан СССР, а не для агентов КГБ и чинов Министерства обороны. С ЦК КПСС. Сейчас же, в условиях прогресса, в условиях современной цивилизации, Достаточно просто знать определенный номер телефона, Или даже достаточно знать простого украинского блогера, Такого, как, например, Денис Николаев из Черкасс, Чтобы обосновать свою пророссийскую точку зрения украинским громадянам, То есть гражданам Украины. И никаких пропагандистских телемостов в условиях современной цивилизации, В условиях современного прогресса не нужно. А этот телемост, Россия и Украина, Это исключительно пропагандистское зрелище. Он нужен украинской стороне для того, Чтобы обеспечить победу кума Путина Медведчука с Рабиновичем и Бойко на парламентских выборах. А для России он нужен для того, чтобы запикивать, Ну, как бы, чтобы внутри российская повестка ушла в очередной раз на канале России 1 на второй план. Любуйтесь, пока Киселевым в отпуске, пока я буду проводить шпигель. То есть краткое содержание сегодняшней, напоминаю, последней и крайней передачи перед моим уходом в отпуск на целых полтора месяца. Сегодня в программе стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ, Как кровавая гыбня наживается на своих гражданах. Не от мира сего скандал вокруг космического корабля Федерация, Который впору переименовывается в корабль Педерация. СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в 5 раз, Сразу после коллапса, связанного с обслуживанием граждан в аэропорту Шереметьево. Выйдя вон за смартфоном в российских школах с 1 сентября, Запретят все мобильные устройства. Что же не так с этим запретом? Владимир Зеленский открыл в Чернобыле зеленый коридор для туристов. Это очень важная информация в сезон отпусков. Почему Донбасс подтыкнулся на пороге России? Как на самом деле граждане так называемых ДНР и ЛНР получают российский паспорт? Точнее, как они это делают в муках? И почему эти муки вообще есть? И почему лучше им все-таки сохранить украинский квиток, то есть украинский паспорт? На страже планет платежной родины новый законопроект государственной дуры Российской Федерации может оставить россиян с невыездными картами. То есть у вас есть карта Visa MasterCard, вы по новому законопроекту не сможете за границей снять с них деньги. Почему? Об этом поговорим подробно. И вообще MasterCard и Visa уйдут из-за этого самого законопроекта наших депутатов. Тупорыл из России могут уйти. Ну что ж, давайте приступим. Стали известны подобности преступлений сотрудников ФСБ. Но давно уже всем известно, что сейчас все бандиты, которых не добили в 90-х, находятся под личиной госорганов. И в частности ФСБ. Громкая история. Сотрудники ФСБ похитили более 100 миллионов долларов. Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины. А во время обысков в бронежилет помещались пачки денег. Один из задержанных службой собственной безопасности ФСБ, который прятал награбленные деньги в бронежилеты, майор управления Ка, который занимается банковской деятельностью, Александр Карелин, внук генерала, руководителя Академии ФСБ. Что называется, работает по профилю. Как обычно, себе в карман. Прикрываясь интересами госбезопасности нашей страны, которой как бы в России, но этой самой безопасности нет. Любой террорист может устроить любой теракт в Российской Федерации. Это уже доказано много раз. И все из-за таких вот оборотней в погонах. Так еще и мажоров карелинах. Напомню, что 5 июля... Тут просто не у меня-то у меня написано. Проуспеваю. Представители семьи Кудрецовой... А! Семья Кудрецовой, которая принадлежит газета ведомости, стало известно, что один бизнесмен в один банк принес 137 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит. Но тут в банк ворвались сотрудники ФСБ, скомандовали лежать мордой в пол и ударили калашом бизнесмена по спине. Отжали таким образом у коммерсанта деньги по наводке сотрудников банка. То есть, я прощу ваше внимание, что сотрудники ФСБ действовали де-факто как рядовые грабители. И как после этого верить силовикам, боевикам? Ответ никак. Давно уже их надо ставить к сталинской стеночке. Мы с вами прекрасно понимаем, о чем идет речь. Даешь СМЕРШ Соловьеву. Особое мне удовольствие доставляет статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняют сотрудников ФСБ и сотрудников спецназа ФСБ, Альфа и Выпил. И так они подозреваются в организации банды, ОПГ, подозреваются в разбое, подозреваются в превышении должностных полномочий. И вы будете смеяться. Виновных в этих преступлениях задержали только до августа месяца. То есть, людей, которые создали банды, которые грабили народ внутри ФСБ, могут отпустить уже в августе, как оно вам нравится. Получайте в рожу гранату, что называется. Ну, чтобы потом, в День знаний, на 1 сентября, они все же вышли на свободу. Отдохнувшие и похорошевшие в спецсанатории. Еще обращу ваше внимание, что задержание спецназовства ФСБ проходило сразу после того, как Песков заявил, что в Кремле ознакомились с расследованиями журналисты Медузы Голунова. А то, как московские чекисты покрывают похоронную мафию. И тут-то вы скажете, ну вот она, борьба с коррупцией. Вовка Царь-то прав, что не дремлет в Кремле. Ну, а почему задержали сотрудников спецподразделений ФСБ только до августа? Первый вопрос. Почему некоторых отпустили под домашний арест? Второй вопрос. Почему не подстражившие сотрудники ФСБ, которые крышевали похоронный бизнес в Москве? Третий вопрос. У нас уж сам царь ознакомился с расследованием причастности ФСБ к московской мафии, которая занималась крышеванием могил. Причастен ли Карелин-старший, руководитель Академии ФСБ, к преступлениям своего сынка? Или нет? Вопросов, как всегда, много, а ответов на них нет. Очевидно. Одно вот, что под личиной борьбы с бандитизмом в ФСБ, да, да, в ФСБ сами становятся бандитами. И бандиты ФСБ боются с друг другом. Идет схватка бульдогов, они уже ублюдки, под ковром. Так уже во время майских праздников начальник управления собственной безопасности ФСБ Алексей Комков неожиданно за месяц до этой истории перешел в службу военной контрразведки. Вопрос, почему? Потому что прекрасно понимал, что за ним придут его старшие товарищи. И придут справедливо, и придут не чаек попить там в кабинет. И он перешел на другое управление. А вот эти вот самые задержанные спецназовцы ФСБ, которые когда проводили обыску подозреваемых, тылили у них деньги, эти самые подозреваемые как раз таки Алексею Комкову и подчаялись. Вот так совпадение. Хотя совпадение не думаю. имена подопечных Комкова ну, я уже говорю, и задержали. Сам он, как всегда, ушел от ответственности, продолжив свою персональную схватку бульдога ублюдка под ковром. Вот она борьба с коррупцией в России, где даже чиновники, даже от ФСБ, нарушают закон мораль и нравственность. Как мы видим, никто простых граждан в путинской России не защитит от бандитизма, потому что бандитизм проник в госорганы. И это не фигура речи, и не для красоты словца. Это подтверждается фактами, позор. ФСБ ничего не скажешь. На этой неделе они опозорились на полную катушку. А, сейчас, минуточку, сюда, да. Не от мира сего скандал вокруг космического корабля федерации. Все началось с заявления представителя РКК энергии о том, что существует риск гибели экипажа российской ракеты-носителя федерации в Тихом океане. Из-за того, что у России нет быстроходных спасательных судов в том регионе. Зато они есть у люто ненавидимой российской властью Пиндосии, которая могла бы гипотетически примчать авианосец к месту приводнения федерации и спасти наших космонавтов, но у России язык отвалится просить помощи у НАСА и США. Путин легко пожертвует космонавтами, лишь бы не быть слабаком в глазах мировой общественности, а быть слабым по его понятиям это как раз просить помощи у других стран. Потому что ты сам в России ибо ты сам в России не построил быстроходных судов, которые смогли бы спасти космонавтов. Он уже это проделывал с АПЛ Курск, когда не хотел, чтобы норвежцы помогли в спасательной операции. В итоге весь экипаж Курска погиб. То, что было с подводной лодкой в 2000-х годах, может поводить Кремля повториться с космонавтами Федерации в 20-х годах. Сразу же заявление представителя РГК Энергии опровергли сотрудники Роскосмоса. Типа сам дурак и что у России есть и быстроходные катера, и спасательные оборудования для Федерации Федерации. Только вот, что когда приземлится или проводится Федерация, нет никаких гарантий, что экипаж все еще будет жив, ибо для корабля Федерация планируется реактивная посадка. Но в России нет полигонов, где можно обеспечить безопасность посадку такого аппарата, как Федерация. А от парашютных посадок для космического корабля Федерации инженеры господина Рогозина уже отказались. Однако, в сложившихся условиях и это будет хорошо. Ведь вполне может быть, что Федерация никуда не полетит или полетит, но как раз не к Луне, не к Марсу, а как раз таки в Тихий океан уже тестовый полет, мы уже знаем, перенесли на 2020 год, с 2015 и все из-за Глунюка Рогозина, который любит эффектные космические проекты, как полет на Луну, но у которого отрасль трещит по швам. Конструкторы просто толпой уходят в НАСА и к Илону Маску дело тут естественно в деньгах, которые они платят, они в два раза больше, чем в Роскосмосе, но не только все упыряется в деньги, там и в SpaceX и в НАСА создают в первую очередь самые шикарные, самые передовые условия для работы, чтобы инженер-конструктор ни о чем не беспокоился, а в Роскосмосе самые крутые денежки получают топ-менеджеры Роскосмоса, такие как Рогозин, а инженеры, которые реально занимаются производством космических кораблей, зарабатывают всего-навсего по 20 тысяч рублей, и получается то, что инженеры делают вид, что они работают над новым космическим кораблем, а топ-менеджеры Роскосмоса делают вид, что они эффективные менеджеры, хотя на самом деле все совершенно с ног на голову, ну и еще в Роскосмосе слились ряд функций, которые противоречат друг другу, ну например, Роскосмос сам же у себя заказывает ракеты, а потом сам же проверяет их качество, ну как тут дельцам из Роскосмоса на этом на всем не нажиться, а результат падают ракеты, демонстрируя технологическую отсталость России от стран Запада, ну и я уж молчу про то, что сам Роскосмос очень тупо скопирован с Национального Аэрокосмического Агентства Северной Америки или сокращенно НАСА. Рогозин серьезно заявляет, что этот корабль Федерация полетит на Луну в 2024 году Ха-ха-ха Советскому Союзу с его мощнейшей, гораздо более мощнейшей по сравнению с Российской Федерацией даже экономикой, при том, что она была в Советском Союзе тоже не фонтан, не удалось таки запустить пилотируемый, в общем, корабль с пилотом на Луну, а это удастся в Российской Федерации, где чекисты тылят деньги при обысков при обысков и их за это не шибко наказывают. И мне вот очень с трудом верится, что в 2024 году какие-нибудь российские космонавты на каком-нибудь корабле Федерации полетят на Луну. Скорее всего, если российские космонавты и полетят, то это будут на китайском аналоге Федерации, на каком-нибудь Чунгчанге. Рогозин продолжил меня удивлять заявлениями о том, что надо проверить безопасность космонавтов методами Сталина. Ну, как бы при Сталине только начали выпускать ракеты, а о пилоте в них зашла речь после смерти Сталина. Ну, даже не об этом речь, о том, что самодур Рогозин заявил, что надо в космический корабль посадить конструктора и запустить его в космос. Но если бы так делали бы советы с Великим Королевым, то у нас бы вообще не было космонавтики, а вместо космодрома Байконур был бы колхоз. То, как руководствовались сталинскими методами, это хорошо для вот этих вот взорвавшихся чиновников, которые погрязли в силовых органах, в государственных органах от коррупции. Но с инженерами так нельзя. А иначе ты хрен, что запустишь. Если уж Рогозин сам напоминает нам про сталинские методы, то его первого должны увести и немного расстрелять к ядрине фене. Боюсь, я предрекаю гибель всей нашей космической отрасли России из-за таких вот начальников самодуров, как Рогозин. Из-за таких вот топ-менеджеров, у которых космические корабли плавают как одно вещество в мировых океанах. Я сейчас посмотрю, сколько времени. Так, ага. Ну, идем дальше. Так, аккуратно. СМИ узнали о повышении выплат грузчиков в Шереметьево в пять раз. Однако, проблему выдачи багажа это не решило. Новость, которая меня не касается, как и многих россиян, по элементарной причине, слишком долгой билет из-за один конец в другой, где-то по 13 тысяч на самолет, а где-то и по 30 тысяч на самолет. Люди в России в этой связи и в связи с тем, что региональные аэропорты в Сибири, ну, не только в Сибири, на Дальнем Востоке, находятся в запущенном состоянии, чаще всего передвигаются плацкартными вагонами, где сумма за билет не превышает пяти тысяч рублей. И вот почему с уходом Якунина с поста руководителя РЖД в РЖД наблюдается меньше ебуств, которые есть у аэрофлота и у аэропортов. И действительно, до ЖД вокзалов добираться зачастую намного проще и легче, чем до аэропортов. И багаж там почему-то пока не теряется. Это реклама РЖД, но если хотите туда, а то, что происходит в аэропортов России и в аэрофлоте за ваши кровные почти уже 300 тысяч кусков, уму непостижимо. Минтранс дал аэропорту полтора месяца для кардинального улучшения работы багажной службы Шереметьево. Но что значит полтора месяца? Это как раз оставшаяся часть июля плюс август. То есть Минтранс дает аэропорту Шереметьево предписание устранить проблемы с багажом, с багажной службой аэропорта. И эти самые предписания он должен выполнить тогда как раз когда закончится курортный сезон. и проблема с багажом де-факто лишится сама собой. Ой, да Минтранс, ай, да пардон, сучье министерство на этом фоне руководство аэропорта Шереметьево повысило своим грузчиком зарплаты почти в пять раз 45 тысяч рублей до 200 тысяч рублей грузчиком, который не справляется со своей роботой повышает зарплаты. Но это работа мечты. Я критикую за это руководство Шереметьево но это даже для меня работа мечты. Естественно это не помогло потому что это просто противоречит здравому смыслу работнику который не справляется со своей работой ты повышаешь зарплату. Такая мотивация у работника в этой связи справляться со своей работой То есть, чем меньше ты справляешься с работой, тем больше плачет Да, это работа мечты для бездельников, однозначно Аэропорт Шереметьево еще и нагло оправдывается, что они не справляются с работой Ибо у них в штате нет выходца в Средней Азии Вот у всех в Москве есть нелегальная рабочая сила А в Шереметьево нельзя Так как Аэропорт это стратегический объект А то, что эти самые бесплатные рабсилы не платят деньги, налоги Ну и просто отнимают работу у граждан России Руководству Шереметьево насрать Вся тупость руководства аэропорта заключается только в том, что они начали тестировать Новую систему выдачи багажа, которая у них полетела В самый разгар курортных отпусков Когда в аэропорту самый большой наплыв посетителей Больше он только в новогодние праздники Система, конечно же, естественно, не выдержала новая И полетела ко всем чертям И создала проблемы многим россиянам А почему-то очень многие работники Шереметьево ушли в отпуск именно в самый разгар турпотока Но это все равно, что как анимешники уходят в отпуск в самый разгар новогодних праздников Когда им надо работать Дедом Морозом Ну представьте себе ситуацию Вот так поступили в Шереметьево Что вот нельзя было дать грузчикам, дать работникам багажные службы отпуска Когда в феврале-марте или в октябре-ноябре, когда турпоток в аэропортах минимален Нет, все должно делаться на стране через, сами знаете, какое место У которого, которое набито деньгами, которые своровали чекисты Первая тема меня не отпускает просто Просто за просчетом менеджеров аэропорта Из-за которых люди вынуждены были ждать своего багажа целых 4 часа Возбудилась даже транспортная прокуратура А вот, то есть багаж и ныне там Это показывает, насколько в кавычках хорошо и продуманно в России Внедряются новые технологии Так что летайте поездами РЖД Там сейчас меняемое руководство Настолько меняемое, насколько это возможно в условиях России Ну и если уж и летайте самолетами, то летайте через Домодедово А не через Шереметьево Такой мой совет Выйди вон со смартфоном В российских школах собираются запретить детям пользоваться мобильными телефонами Что не так с этим запретом, рассказывает в новой газете И в старом куплете учительница Ирина Лукьянова Напомню, что председатель совета пидораций Много у нас сегодня пидораций Валентина Матвиенко На заседании президентского совета по защите семьи и детей Понятно от кого, от чего От либералов-пидорастов, которые все пропагандируют и пропагандируют секс в школах И в митинге против власти И от защиты детей от новых технологий Так вот, на этом совете Матвиенко выступила с инициативой запретить мобильники в школах Роспотребнадзор, кстати, а не министерство просвещения Васильевой Подготовит расчетную группу по этому вопросу И в течение месяца, то есть в течение июля Уже к августу подготовят предложение по запрету телефонов в школах А дальше был показан потрясающий, как говорит Невзоров Потрясающий сюжет в Вестях, где корреспондент сообщил всем зрителям Что смартфоны давно уже стали угрозой для школьного образования Давно и устойчиво смартфоны начали мешать детям учиться В смартфонах школьники проводят всю свою жизнь Я с этим согласен Но сейчас все, кроме бабушек и дедушек, проводят жизнь в смартфонах А не только школьники Это не проблема школы Это проблема цифровизации общества Которое все активно и активно насаждает господин Медведев В правительстве И то, что запретом мобильников в школах Этой проблемы у нас не решишь И то, что проблемой мобильников в школах Занялось не профильное ведомство Не министерство просвещения Которое по идее должны принадлежать все школы А Роспотребнадзор Говорит о самом существенном Проблеме школы России 21 века Школа России в целом в 21 веке превратилась из места В котором ты получаешь знания В рынок В такой своеобразный рынок знаний Где родители платят деньги И немалые, хоть официально у нас бесплатные образования На жалюзи, на компьютеры, на программы На учебники Италия по списку А учителя вынуждены подготовить учеников К единому государственному экзамену Чтобы потом Чада сидел в УЗИ И не думал об армии А школа не должна быть таким местом Где ты мне услугу И я тебе услугу за деньги А должно быть место И где не только школьники Где все получают образование реальное Школа давно уже, отмечают все эксперты Превратилась в поставщика услуг Что плохо Ученики в школах вынуждены на протяжении 11 лет Сидеть от звонка до звонка Тут даже Матвиенко Тут Матвиенко, правда Выполняет волну многих учителей Душителей свободы в России Которые единогласно требуют запрета телефонов в школах Я бы посоветовал им самим Не отнекиваться Не отвлекаться на своих уроках В школе на мобильнике А сами начать с себя Тут А сами начать с себя И тут Свет Ваконцы Учительница Ирина Лукьянова Разъясняет Так что же не так с этим запретом Действительно смартфоны отвлекают детей на уроках Это есть проблема И это знает каждый учитель Учителя Надеются, что запрет телефонов поможет защитить самих учителей от травли На уроках Но запрет телефонов в школах Лишает ребенка единственного средства защиты от учительского произвола Помимо этого дети все активно и активно снимают на видео Некачественную еду Пардон, фекалии в столовых И выкладывают это в сеть Что бросает тень на директоров школ И на директоров комбинатов питания Которые вот так совпадения Состоят либо в партии Единая Россия Либо в расцвет с нужными людьми И понятно, что Например, школа Заключает контракт На поставку питания Комбинату услуг А вместо Очень классного Очень хорошего Питания для школьников Закупается отборное дерьмо У которых даже у собак Которые даже у собак вызывают рвоту А разница Либо себе в карман перенаправляется Либо перенаправляется Во всякие департаменты образования И министерства просвещения А школьники это Ну не понимают всего возраста Но чувствуют И Где их Травит И где обонят И снимают это все активно Потому что смартфоны выкладывают В сеть И вот с этим Матвиенко решила бороться Она решила В условиях 21 века Где уже много что Делают компы За нас Лишат детей смартфонов Да Конечно Смартфоны Отвлекают Еще раз повторю Детей На Уроках Но Тут пишут в новой газете Как раз Ирина Лукьянова Во-первых Их негде хранить За Пирающихся шкафчиков В большинстве российских школ Пока нет Хотя я уверен Они будут К первому сентября Ведь это же Сколько бабла Можно Распилить На госзаказе В каждую российскую школу Если поставлять шкафчики Для смартфонов Икея Такому заказу Обзавидуется Ядросии Как же Поступает Ирина Лукьянова Уже сейчас На своих уроках А вот как На своих уроках Она учительница Русского языка и литературы Она позволяет Все-таки Детям Использовать Смартфоны Но при условиях Что дети Действительно Ищут тексты Литературных Произведений В интернете Они сидят В одноклассниках И вконтакте И не переписываются Там с друзьями И это помогает Учить детей Информационной Грамотности Каким сайтам Можно доверять А каким нет Для Ирины Лукьяновой Важны Не тупые запреты А то Насколько Грамотно Эффективно Ребенок Использует Интернет Гаджеты И современные Технологии Чтобы Работать С информацией Но таких Как она Учителей Которые Понимают Всю сложность Современного Мира И понимают Как надо Реально Учить детей Таких К сожалению Учителей Меньшинство И это Не вина Учителей А вина Правительства Что не может Массово Подготовить Людей Современными Знаниями Да просто Хотя бы Знаниями Чтобы Учить Современных Детей В школах А ведь Школа В государстве Это Основа Основ Это Оборотное Лицо Нашего Общества А если Пардон Школных Кормят Дерьмом В столовых Так лицо У этого Государства Тоже Пардон Дерьмо Владимир Зеленский Открыл Зеленый Коридор Для туристов В Чернобыль Президент Украины Владимир Зеленский Официально Объявил О создании В Чернобыльской Зоне Отчуждения Зеленого Коридора Для туристов Также Голова Украины Подписал Указ Который Снял Запреты В части Посещения Зоны Отчуждения Туристами Вот что Он заявил Его прямая Цитата Зеленый Коридор Признан Устоять Посылки Для коррупции На КПП В зоне Отчуждения Сняты Все запреты На фото И видеосъемку В Чернобыле Потому что Мы Должны Показать Чернобыль Миру Ученым Экологам Историкам И туристам Так что Сегодня Я подписал Указ Который Ставит Началом Преобразования Зоны Зоны Отчуждения В одну Из точек Роста Новой Экономики Украины И Поехал Зеленский В Чернобыль Так же Не спроста А на Ведение В строй Объекта Укрытия 2 На его официальное Открытие Объект Укрытия 2 Строили Еще с 2007 Года Строительство Остановили В 2012 Году Из-за Финансовых Причин И вот Наконец-таки Достроили И Зеленский Тут как тут На зависть Путину Так же В день Когда Зеленский Прибыл На ЧАЭС Саму ЧАЭС Не стали Закрывать Для туристов Это Разительно Отвечает Президента З От президента Для которого Перекрывают Все Все Что Можно Перекрыть И даже Задраивают Кальзационные Люки Клеем Перед Его Приездом Чтобы Его Высочество Автомобиль Его Высочество Аврос Не смог Спотыкнуться Об Люк Какой Нибудь Колодца Все Это Делают ФСО Путина А Теперь По Поводу Чернобыля Это Конечно Пиар Со стороны Зеленского И не Более Того Ибо Плох Тот Чернобыльский Турист Кто Со Сталкерами Не ходил В нелегальный Поход В ЧЗО Нелегальный Поход В Чернобыль Это То Что Это То Что С Чем То Во Первых Свою Или Даже Не Свою Тачку Придется Оставить В любом лесу И пройти До Припыти Уйму Километров Пешочком С Рюкзачком Пролезая Через Так Ставить Дырки В заборах Охраны ЧЗО ЧЗО Чернобыльская Зона Отчуждения Для тех Кто еще Не знает Добравшись До города Призрака До Припяти Еще Надо Найти Подходящую Пустую Квартирку Для ночлега На три дня Или на неделю У кого как Оборудовать Лагерь В пустой Квартире В Припяти Уже Когда уже Оборудуешь Лагерь В пустой Квартире В Припяти Уже Можно Осматривать Местные Тестопримечательности Вид С крыши На ЧС И заброшенную Военную технику Которая Понятное дело Фонит Радиацией А кто-то Слишком Смелый И физически Подготовленный Еще потом Идет Поглазеть На завод Юпитер Посмотреть Вот так вот У большинства Туристов Реально Проходит Экскурсия В Чернобыль С минимум Удобств И на вопрос Стоит ли Это Нелегальная Экскурсия Того Я смело Могу Ответить Что Да Стоит Места Там Довольно Красивые И ты Увидишь Там то Что ни на одной Официальной Экскурсии В ЧЗО Тебе не покажут Не говоря уж Про Началек В городе Призраки Официальная экскурсия через КПП Это просто, тут я согласен Зеленским Дань охраны ЧЗО За возможность посетить зону отчуждения И все Правда и Зеленский об этом молчит Даже если убрать КПП О чем он молчит? Даже если убрать КПП на въезде в Чернобыль То все равно Официальная экскурсия Это просто собирание дания за возможность посетить Чернобыльскую зону отчуждения с максимальными удобствами. Ну, например, ты ездишь не в какой-то пыльной машине, а в автобусе, в котором есть и туалет, и телевизор, ну и т.д. и т.п. Но еще раз, в том-то и дело, что в Чернобыль идут не те туристы, для которых важен комфорт и удобство, там не найдешь в Чернобыле комфорт и удобство. Они едут туда, потому что им интересно, им остертело торчать у себя дома, прялись в свой гаджет, ноутбук и телефон. Они хотят увидеть то, что никогда не видели. И они едут это условно бесплатно, ну потому что все равно надо платить кому-то там за то, что там добросил до Чернобыля, потом обратно из Чернобыля этот забор, потом еду в рюкзаке, но это того стоит. Неофициальная экскурсия, как ни крути, как бы Зеленский не пытался привлечь туристов для официальной экскурсии в Чернобыль, чтобы деньги не сталкиваем уходили, а уходили в казну Украины, ну не получается, потому что официальная экскурсия выигрывает, как ни крути. Зеленский, зная это, поехал, чтобы показать, что типа, ребят, эгэгэ, я с вами, я в тренде, но мы-то с вами прекрасно знаем, что в Припяти едут позаслившие геймеры игры «Сталкер» и зрители сериала «Чернобыль», самого успешного, самого популярного сейчас сериала про советскую действительность. И на этом фоне тот поток фразы в Чернобыльскую зону отчуждения, даже официальной, превысил все возможные рамки, не говоря уж о неофициальном тот потоке туда. Да, в общем, у Припяти, у Чернобыля вновь расцвела жизнь. А случись такая катастрофа в России или на старый манер в РСФСР, то никто бы официальных экскурсий со всеми удобствами не водил. Не было бы их, как нет официальных экскурсий в зону отчуждения комбината «Маяк». Более того, отобрали бы камеру и все, отобрали бы камеру и все деньги, а не часть денег. У нас, я хорошо это помню, даже не МВД с ФСБ, а журналисты, пропагандисты НТВ в свое время, в 2012 году гонялись за теми, кто снимает всякие разные интересные объекты на свои камеры и устройства. А сейчас власти заставляют, точнее будут это заставлять делать, с сентября регистрировать все смартфоны, все телефоны у своих сотовых операторов. То есть теперь вы будете не симки регистрировать, а еще и мобильники. Возрадуйтесь кровавому путинскому режиму, который душит свободы. А Зеленский, наоборот, он открывает зеленый коридор для туристов в Чернобыль. Почему Донбасс спотыкнулся на пороге России? За что боролись? На то и донецкие мрази напоролись. Первый и долгожданный, блин, с получением гражданства России, жителям Донбасса, вышел комом. Во-первых, прием документов на российский паспорт совпал с приходом жары на Донбасс. В результате чего люди бились в очередях у отделения милиции в 30-ти градусную жару. Естественно, масса теряет сознание, искупая воду и мороженое в ближайших магазинах. Все надеются на сценарий 2008 года, когда Россия официально ввела свои войска в Грузию. Но согласитесь, что два раза один и тот же сценарий не прокатывает. Поэтому жители мятежных регионов Украины вынуждены пока довольствоваться неофициальными войсковыми формированиями России на территории ЛНР и ДНР. Люди в Донбассе настолько одичали, что жены вывешивают у себя на балконах украинские флаги, донецкие, чтобы ополченцы грохнули неверных мужей. Об этом пишет «Комсомольская правда» на полном серьезе. И вот нужны ли такие одичалые люди России? Большой, жирнейший вопрос. Но они нужны в Украине, безусловно. У главного же миграционного центра ДНР в 5 утра уже было многолюдно. Ну, рассказывает корреспондент «Комсомольская правда». Все ждали автобусы, чтобы отправиться в Россию. Ведь паспорта России на территории ДНР не выдают. К тому же, помимо крутого подъема в 5 утра, паспортная служба России или ДНР, не знаю, но разлучают семьи. То есть, паспортная служба ДНР или России. Тут корреспондент «Комсомольской правда» не написал. Но раз уж он не написал, значит, России. В общем, паспортная служба России, которая сейчас крышует МВДшники, они, короче, разлучают семьи Донбасса. Они выдают паспорта граждан России, матерям, дочерям и сыновьям. А главам семейства они пока российский квиток заветный не выдают. Ведь, чтобы получить заветный красный квиток, сначала надо проверить по законам Новороссии, по российским законам, весь период жизни кандидата на получение российский паспорт. То есть, вы представляете себе объем работы, да? Десять тысяч человек, и каждого надо проверить каждый день его жизни. На это уходит в среднем лет 150-250. И это в условиях ведения боевых действий. Это первая ступень. Вторая ступень. МУК для граждан ЛДНР, которые получают российский паспорт. Это проверка жителя Донбасса уже на территории России. Интересная деталь, что сотрудники паспортного стола ДНР сначала сами отказались от получения российского паспорта. Ведь сотрудники милиции ДНР хорошо понимают, сколько мук им придется вытерпеть, получив российский паспорт. Но потом, после указа номер 183 головы республики Пушилина, они все-таки получили российский паспорт. И теперь уже другим жителям Донбасса выдают паспорта, являясь гражданами России. Переправляют данные жителей ЛДНР в российскую систему выдачи паспортов. Паспортов в ДНР через специальную систему, которую постоянно клинит и заклинивает. Ни люди, ни компы не выдерживают поток очереди в 355 тысяч человек в день. А попутно не хватает принтеров, людей и бумаги, нет оборудования для рабочих мест. В паспортных столах ДНР, рассказывает корреспондент Комсомольской правды. Российская власть держит людей Донбасса за полу людей, за орков, пытаясь на них нажиться. Зарплаты в ДНР и пенсии где-то примерно равняются 5 тысячам рублей в месяц. А плата за гражданство России, так называемая госпошлина, будет 4 тысячи рублей. А еще надо платить за то, чтобы тысячу рублей, чтобы тебя проверили и твой украинский паспорт. То есть это даже еще тысячу рублей. То есть зарплата у жителей ДНР в среднем 5 тысяч рублей в месяц. И 5 тысяч рублей как раз таки эту зарплату придется отдать за российский паспорт. А еще заплатить по 500 рублей туда-сюда в Ростов. Ведь еще раз повторяю, что и паспорта России не выдают на территории ДНР. Еще мало того, что в районных отделениях милиции в 30 градусную жару вам придется отстоять уйма очередь. Уйма очереди. Еще мало того, что вас по всяким базам данных помружничают. Так еще вам потом за российским квитком надо выезжать в Россию под бомбежками. И вы за это получаете за российский паспорт, за очередя, за муки платите 5 тысяч 300 рублей. А у вас зарплата 5 тысяч рублей. И как быть? Ответ. Никак. Сохранять украинский паспорт и обращаться в паспортный стол Украины. Если у вас он утерян в ходе боевых действий. Можно ли жителям Донбасса взять кредит на получение российского паспорта? Ответ нет. Потому что банковская система Украины ушла. А российская банковская система как-то вот не пришла, соблюдая международные договоры. Считая де-факто ЛДНР территориями Украины. Помните об этом, когда имеете дело со Сбербанком, с ВТБ и с другими российскими банками. Они выполняют волю Запада, а не Путина, как вам кажется. По приказу Московии ДНР саботируют выдачу паспортов гражданам ДНР. Почему саботируют? Потому что некоторые чиновники из правительства Российской Федерации все еще надеются восстановить контакты с Киевом. Я, понятное дело, не говорю не про Кремль, а про Белый дом правительства Медведева. Недаром к ним вновь приехали Бойко с Медведчуком, которые в открытую, хоть и являясь в Украине пророссийскими политиками, называли Крым и Донбасс частью Украины. Встречаюсь со вторым человеком в государстве, которые тот самый Крым и Донбасс считают как своими. И воля второго человека в нашем государстве как бы противоречит воле первого человека. Путин действительно запустил вариант Южной Осетии и Абхазии. То есть вариант упрощения получения жителям Донбасса российских паспортов. Но вот правительство Медведева это всячески саботирует, потому что надеется иметь хорошие отношения с киевским режимом. А понятное дело хорошее отношение с киевским режимом ты имеешь тогда, когда вставляешь припоны жителям Донбасса. И когда как бы через вот эти вот саботажные действия паспортного стола ДНР ты поворачиваешь жителей Донбасса лицом, а не жопой государству Украина. Вот такая вот многоходовочка Медведева. Ну а простых жителей что жаль? 30 градусная жара, очередь там многокилометровая. 5300 рублей платить за паспорт. И еще потом выезжать в Ростов, чтобы получить этот паспорт. А когда Россия официально ведет свои войска, когда Россия официально будет защищать свой Донбасс и не кидит ли она Донбасс, пока под большим вопросом. Так что лучше сохраняйте все-таки украинский паспорт. Вот пока еще это возможно. На страже платежной Родины. Сейчас я устал от этого трепа, сейчас я водичку хлебну. О, огненную водичку. На страже платежной Родины. Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами банковскими. Наши депутаты вновь вставляют палки в колеса своим избирателям с целью ухудшить их жизнь. Сами того не понимая и не ведая таким образом они работают на врагов России. На расшатывание лодки внутри страны. Суть в том, что Государственная Дура Российской Федерации внесла новые поправки в закон о национальной платежной системе. Тех самых карт мира, которые сейчас активно рекламируются. В этих самых новых поправках будет запрещено российским датчайным компаниям использовать международные платежные системы, такие как виза и мастер-карт, так как они попадают под ответные контрсанкции правительства Российской Федерации, которые были наложены в ответ американскими санкциями, которые в свою очередь могут ограничить действия карт мир у себя в западных странах. Ну вот, но пока этого не делают. А вот наши депутаты уже внесли законопроект о новых требованиях к визе с мастер-кардом, которые они не в состоянии выполнить, просто потому что по новым правилам визе и мастер-кард придется зарегистрироваться в Центробанке, не как платежные системы, а как иностранные платежные системы. Вроде бы логично, но не совсем так. Как только виза с мастер-кардом это сделают, их начнут чморить проверками и с них начнут доить взятки в двойном, а то и в тройном размере, вставляя всякие препоны для деятельности международных платежных систем внутри России. И эти самые поправки в законопроект о платежных системах это подразумевают. Ну, чтобы россиянам... Чтобы россияне использовали только карту МИР, а не были одними из миллиарда идиотов, в кавычках, кто использует визу и мастер-кард. Кроме того, новые правила противоречат правилам самих международных систем визы с мастер-кардом. Это раз. И два. Теперь по новому законопроекту вводятся критерии на приостановление деятельности мастер-кард и визы в России. И это все расплывчатые формулировки. То есть, допустим, какой-нибудь брак на заводе по деланию карты может быть. Эта карта поступит в Россию. На этой карте какой-нибудь гражданин будет получать свои кровные. А потом эта карточка сломается. И уже из-за расплывчатых формулировок нового закона может приостановиться вся деятельность мастер-карта или визы внутри России. Мастер-кард и визу по новому законопроекту могут насильственно заставить приостановить свою деятельность внутри России. А то, что патриоты в кавычках, такие как Скобьева и Славьев, получают зарплату именно на американские карты, визы и мастер-кард, но при этом продолжают критиковать Америку, никого не волнует. А бы, как сказал депутат госдура Тутупет Анатолий Аксаков, главное все к ядрению Фенин запретить. Потому что, ну дальше он, дальше уже не он, а дальше уже депутат Мизулина заявляет, что ведь запрет, это же такое сладкое чувство для россиян, что надо запретить. И это будет в блаженство, и все сольются в экстазе. У меня просто возникает вопрос, вы что там в госдуме совсем охуели что ли? По-моему, да. Такие, как он, пойдут дальше запретов визы и мастер-кард в России. Они пойдут на то, что если у тебя виза и мастер-кард, то тебя по новому закону могут и не выпустить из страны. А если у тебя карта Мир, то тебя выпущат из страны, но ты ей не воспользуешься в банках за рубежом, потому что деятельность карты Мир может быть приостановлена. Она не то, что может быть приостановлена, деятельность карты Мир за рубежом даже еще не начата российской властью. На такую парадоксальную ситуацию депутаты сознательно идут для того, чтобы остановить все расчеты по картам внутри страны. Для чего, мне лично не ясно. Хотя нет, мне все ясно. Таким образом, российская власть сознательно уничтожает конкурентов карты Мир внутри России. Виза и мастер-кард на новые правила, на поводу депутатов-тотупедов не пойдут, потому что они не то, что рангом, а ниши. И это вот как все равно, что муравей бы запретил самолетам летать. Ну вот что-то подобное. Так же и наши депутаты что-то там запрещают, что нельзя пользоваться иностранными социальными сетями, нельзя покупать айфоны, надо регистрировать, нельзя то, нельзя то. А наглый россиянин продолжает пользоваться западной техникой, потому что на образы качественные российские, которые, кстати, сгульки нос. Один только Яндекс и... Все. Ну, еще и Мейл.ру, естественно. И в результате чего, таким образом, через эти всякие законопроекты, визу и мастер-кард сознательно заставляют уйти с рынка России. Потому что для визы и мастер-карда главное уже давно не бабло, как для депутатов Государственной Думы Российской Федерации, а главное для них репутация своего продукта. А если тут национальные депутаты принимают такие законопроекты, по которым, значит, они вынуждены визой и мастер-кард свои правила редактировать, они не будут редактировать, они просто с российского рынка тупо уйдут, оставив таким образом российский рынок, да просто российское государство в полном коллапсе, ибо корт-мир сейчас недостаточно для массового охвата населения. Ими пользуются всего 3%. И зарплата и пенсии массово у россиян идут на визу, а особенно на массивные карты. И вы представляете, что будет, если они приостановят деятельность в России из-за нового законопроекта. Российский гражданин из таких вот депутатов Аксеновых, которые родились в деревне, которые сами олицетворяют деревню и ничего не понимают в банковском деле, может случиться так, что россиянин, хоть он честно и отработал, не получит ни пенсии, ни зарплаты, а в условиях насильственной цифровизации Медведева он останется как без рук, без ног. И вынужден будет, в прямом смысле, голодать. Так-то. Так что, так что. Не время поговорить, а боюсь, настало время воевать. Но для начала мы с вами сходим в отпуск. Всего доброго. Увидимся уже через полтора месяца, наверное, скорее всего. Может быть, будет другой формат. Может быть, будет что-то другое, не связанное с вестями недели. Возможно, формат запущу. Может быть, ничего не будет. Ну, в общем, что загадывать наперед. Пока отпуск на полтора месяца. Аналитики на моем канале не будет. Ну, и в конце сезона, когда уже и Зейналова, и Киселев ушли в свой положенный отпуск, надо же красиво с вами попрощаться и закрыть телесезон, ну, или интернет-сезон, неважно. В общем, закрыть сезон 18-19 красиво. И для этого у меня есть клип. Это ремикс речей Дмитрия Киселева и сингла вестей недели. Сейчас я его попытаюсь вам поставить как знатный диск жакей, ну, или дитшей. Так, где он у меня? Главное не аж... Вот он, вот он. Слушаем и наслаждаемся. Я ухожу в отпуск на полтора месяца. Пока, пока ставлю вам клип. Радиоактивный пепел. Совпадение? Не думаю. Радиоактивный пепел. Радиоактивный пепел. Продолжение следует... Я Дмитрий Киселёв. И это «Вести недели». Говорим как есть. Продолжение следует... Свобода снова. 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 18-19 на моем канале. Ну что ж, увидимся в сентябре. Может быть не увидимся, но говорю, как оно действительно есть. Планируем все. Встретиться в аналитической передаче уже в сентябре. Пока-пока. Пока. В отпуск поплавайте. Поплавайте, отдохните, поестьте шашлычка, загорите, путешествуйте и т.д. и т.п. Я тоже это собираюсь сделать. Пока.